Здравствуйте! В эфире программа Око Прокурора. С вами в студии Ирина Петрова. Сегодняшняя программа посвящена профилактике наркомании. Смотрите сегодня. Школьник употреблял наркотики. Чем это закончилось? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Новости с сайта прокуратуры Татарстана. Органы прокуратуры ведут огромную информационно-разъяснительную работу по профилактике наркомании. Для этого мы используем лекции, фильмы, буклеты, листовки, плакаты, в которых говорится, что наркотики – это зло, что они губят жизнь молодых людей. Но молодежь живет своей жизнью. Порой зрелому поколению до них достучаться невозможно. Сегодня мы решили обратиться ко всем молодым людям, чтобы они посмотрели этот сюжет, в котором к ним обращаются их же ровесники, рассказывают о себе и делятся своими мыслями. Данный сюжет был снят в исправительной колонии строгого режима номер 18, где отбывают наказание лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Нужно отметить, что по статистике с момента начала деятельности по наркозбыту до момента задержания проходит не больше месяца-двух. И самое главное, что такое задержание обязательно и неизбежно наступает. Дальше следствие, суд и колония со всеми вытекающими последствиями. Есть другая статистика. Наибольшее число задержанных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Как приобщается к употреблению наркотиков? У каждого своя история. Расскажите, пожалуйста, как вы были втянуты в эту незаконную деятельность и каким последствиям это привело? В школе втянуло, закрутилось, завертелось. Ближе к 18-20 годам уже плотненько подсел на наркотики легкие. После чего денег, естественно, на все это не хватало. Работать работал, но опять же денег на это не хватало, поэтому пошел в такую сферу, где можно было и употреблять, и на этом зарабатывать. После чего устроился в интернет-магазин. Начал делать закладки с наркотическими веществами. После чего меня, так сказать, выследили оперативные службы. И я оказался здесь. А потребление наркотиков как-то отразилось на вашем здоровье? Перед тем, как меня поймали, у меня начиналась анорексия уже. Я весил 57 килограмм. Потому что, ну, эти вещества, они меня сжигали просто изнутри. А сейчас я уже как бы поправился. Начал, так сказать, набирать обороты жизненные силы. Да и чувствую себя прекрасно. Разум трезвый. Мысли интересные приходят. Как бы стихи иногда пишу, вот песни. А если брать в целом, как изменилась ваша жизнь в связи с тем, что вы встали на этот путь распространения наркотиков? Много упущено просто. Очень много упущено. Упущено времени, опять же денег на это. То есть можно было как раз-таки большего достигнуть к этим годам. Недавно я задала студентам вопрос. Почему употребляют наркотики? Наиболее часто встречаемый ответ – люди получают кайф. Так вот, я хочу сказать, надо уметь получить кайф от хорошего фильма, от прекрасной музыки, от прочитанной книги, от добрых дел. Современные молодые люди хотят быстро и много заработать. Однако надо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. История этого молодого человека – яркое этому подтверждение. Расскажите, пожалуйста, как произошло ваше знакомство с наркотиками? Как вы встали на путь сбыта наркотических средств и к чему это в итоге привело? Мне было 18 лет. На тот момент я с 9 класса ушел в колледж учиться по специальности техник по компьютерным системам. Он также играл в рок-группе в городе. И в студенческие времена не хватало денег. Из-за этого он постоянно искал, где бы заработать. Работал диджеем, подрабатывал компьютерным мастером, подрабатывал. Приезжал к людям, ремонтировал компьютеры. И однажды увидел, как знакомый вот так вот продает наркотики. Я увидел то, что у него довольно-таки много денег. И он всего где-то все это время занимает один час в день. И достаточно много денег. Из-за этого решил сам попробовать также продавать наркотики. Очень сожалею, на самом деле. Очень глупо как-то получилось. Реально, ну, попытался сразу, буквально. Сдержали там. Все это в течение недели буквально было. От момента, когда я решил то, что хочу, так сказать, заработать продажи наркотиков. И моментом задержания прошло там буквально одна неделя. А сейчас, на данный момент, хотел независимости какой-то от родителей, чтобы они не тратились на меня денег, чтобы я сам себя обеспечил. А в итоге получилось так, что сейчас, на данный момент, маму, отчим мне помогают. Захотел сбыть наркотики. Работа не пыльная. Занимает час времени. Получая согласно статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 4 до 8 лет лишения свободы. А если при сбытии используется интернет, от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Учитывая суровость предусмотренного наказания, осужденные проводят в условиях изоляции, не побоюсь этого слова, лучшие годы своей жизни. И тут есть над чем подумать. 29 марта 2019 года Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор жителю Новосибирска 29-летнему Евгению Пенеру, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой. И частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой. В суде установлено, что Пенер посредством сети интернет вступил в организованную группу в качестве курьера с целью незаконного сбыта синтетических наркотических средств на территории Российской Федерации. 11 апреля 2018 года Пенер, находясь в Московской области, следуя указаниям и ранее направленным неустановленным лицом координатам закладки, изъял из тайника почти 1 килограмм синтетического наркотика. После этого он перевез и спрятал наркотики в лесопосадки возле деревни Савина Верхнеуслонского района Республики Татарстан. В тот же день двое неустановленных лиц забрали наркотические средства, а позже были задержаны оперативниками на КП «Малиновка» в Верхнеуслонском районе. 25 мая 2018 года Пенер, находясь в Московской области, забрал из тайника почти 10 килограммов синтетического наркотика, предназначенные для дальнейшего сбыта в городах Бузулук, Тольятти, Челябинск, Уфа и Самара. Однако в тот же день злоумышленник был задержан оперативниками. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. Суд приговорил Пенера к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Страшно подумать, сколько бы жизни было покалечено, если эти 11 килограмм наркотических средств попали бы к потребителям. Это была программа Око прокурора с Ириной Петровой. До следующей встречи. И помните, на каждое незаконное действие прокуратура ответит противодействием. Редактор субтитров А.Семкин